Аллилуйя! Но, большинство случаев мы хотим как-то остаться в стороне. Награда приходит в церковь. Я хочу, чтобы мы прочитали Битие, 12 глава, с первого стиха. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей и родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну и благословляться в тебе все племени земли. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был семьдесят пяти лет, когда вышел из Харраана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына, брата своего и всем имения, которые они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране. И вышли, чтобы идти в землю Ханановскую, и пришли в землю Ханановскую. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили Ханани. И явился Господь Аврааму и сказал, потомство твоему, отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Почему? Если мы читаем дальше насчет Авраама, тогда мы видим, что он всегда возвращается на то место, где с ним встретился Господь. Это около дубов море или как-то такому. В Латвии дубы это идолы, идолские деревья. Смотрите, там Авраам пришел к дубам, сделал жертвенник, и Бог встретился с ним там. Когда мы приходим в церковь, Бог встречается с нами. Что означает жертвенник? Когда мы приходим, мы что-то отдаем. В первый раз, когда мы пришли в церковь, мы свою жизнь посвятили ему. Мы пришли и сказали, Бог, измени мою жизнь. Я отдал тебе старую жизнь и поставил тебя на жертвенники. И Бог пришел и изменил нас. И когда мы стояли и слушали в церкви, что говорил пастор, мы сказали, мы с тобой. Потому что пастор говорит, что мы возьмем эту страну, что здесь будет христианское правительство, что мы будем головой и не хвостами. Лот слышал то же самое, что Аврааму говорил Бог. Когда Авраам разговаривал с Богом, Лот был где-то рядышком. И он слышал, когда Бог Аврааму сказал, я произведу из тебя народ огромный. Ты будешь влиятельным. Ты будешь сильным. Лот находился все время там рядышком. И он слышал, он увидел, он сказал, Аврааму, я пойду с тобой. Куда? Туда, куда ты пойдешь, туда и я пойду. Там, где ты будешь встречаться с Господом, там и я буду встречаться с Господом. То, что ты будешь делать для Него, и я буду делать для Него. И знаете, что началось в жизни Лота? Благословение. Но что произошло через некоторое время? Когда мы приходим в церковь, мы хотим, чтобы наши жизни изменились. И это и происходит. Это начинается, потому что сначала мы приходим сюда каждый день. Не каждый день, но среду, воскресенье. Мы жаждем Бога. Мы ищем Его Слово. Мы ищем, чтобы Он пришел и изменил наши жизни. И это начинает происходить. Но через некоторое время, когда Авраам, как духовный отец Лота, как, скажем, глава церкви, обратился к Лоту с просьбой. Он говорит, Лот, появилась проблема. Бог тебе благословил? Благословил. Бог твою жизнь изменил? Изменил. Появилась небольшая проблемочка. Какая? Мои овцы, им не хватает воды, потому что твои стадо тоже огромные. И знаете, что ответил Лот? Самую страшную фразу в своей жизни. Он сказал, знаешь, Авраам, я боюсь, что твои проблемы разрушат мой бизнес. Поэтому отстань, пожалуйста. И что началось происходить в жизни Лота? Мы видим, что Лот выбрал землю, где она была очень плодовитая. Он посмотрел, говорит, я уйду от тебя. Какая разница? Церкви, проблемы? Да, пастор, отстань. Да, твои проблемы разрушат мой бизнес. Твои проблемы разрушат мою жизнь. А почему вначале так не было? Вы знаете, когда Бог дает слово для благословения каждого человека, Он связывает это с церковью. Как бы мы хотели или не хотели. Многие люди, когда уходили из церкви, они сказали, эй, я сам проживу один. Потому что зачем мне церковь? Я же тоже общаюсь с Богом. Лот тоже общался с Богом. Так ему казалось. Но я могу открыть вам небольшой секрет. Лот слышал отголосок, голоса Бога, когда Бог разговаривал с Авраамом. Какая приходит ложь в нашу жизнь, когда мы хотим уходить из церкви? Нам кажется, что Бог с нами тоже говорит. Нам кажется, что Бог сказал, у тебя есть великая судьба. Это правильно. Это так. Но это вместе с церковью. Это когда ты будешь находиться в церкви и будешь делать и прилагать усилия, чтобы церковь достигла цель, которую Бог дал церкви. И в главе церкви Бог поставил пастора, апостола. Он дал ему откровение. И каждый, который приходит и находится рядом, он слышит эти великие слова. Он слышит, что наши судьбы, наши жизни изменятся. Что мы будем головами, а не хвостами. Что мы будем здесь наверху, а не внизу. Мы все говорим, да и амэн. Это так, это воистинно. Но проходит какое-то время, когда в твоей жизни начинают появляться какие-то благословения. И когда глава церкви. Это просто Бог проверяет нас. Насколько мы серьезны. Насколько мы хотим, чтобы наши жизни, а не поднялись. Все выше и выше. Я когда покаялся, я принял решение, что я буду служить Господу. А как это сделать? Это только то, что вместе связано с церковью. Это быть в церкви и делать что-то для того, чтобы церковь могла подниматься. Чтобы церковь могла продвигаться. Я не проповедую Евангелие на улицах. И я не спасаю лично людей. Но я принял решение, что я буду финансами служить Господу. Я буду служить тем даром, который Он мне дал. Что я буду здесь все вкладывать, то, что Он мне дал. И я в первую очередь поставил приоритеты своей жизни. Я сказал, что впервые будет церковь, потом все остальное. Когда Авраам обратился к Лоту и сказал, дорогой Лот, у тебя размножились твои угодья. У тебя много стада. У тебя есть огромный бизнес. Появилась нужда в церкви. Помоги немножко. Это странные слова, что Лот сказал. Слушай, Авраам, мне кажется, что твои проблемы, они разрушат мой бизнес. Вы знаете, проверку мы проходим каждый день. Проверки мы проходим регулярно. Буквально недавно. Пастор мне звонил и спрашивает. Говорит. Слушай, у нас сейчас закончилась школа прославления. И здесь хвостики остались. Может быть, можешь как-то, ну, там, чем-то помочь. И внутри мне хотелось сказать. Да я не пою, не танцую. Какая мне до вашей школы здесь нужда. Да лучше, знаешь, пастор, твои проблемы разрушат мой бизнес. Лучше отстань. Отстань. Дело не в сумме. Дело в отношении. Я поймал себя на мысль, что я даже не могу думать. Мне нельзя так думать. Я даже не хочу. Потому что моя жизнь, она связана с церковью. Если церковь поднимается, значит, Бог будет и меня поднимать. Если церковь идет на высоте, значит, и я пойду на высоте. Если Бог дает откровение пастору, где требуются миллионы, значит, эти миллионы через кого-то должны прийти. И это зависит от нас, кто будет стоять рядом, кто будет проведником. Я или ты. И я принял решение, что я. И знаете, иногда нам и усталость подходит. Я еще себе поймал на мысль, когда он так сказал. Я говорю, ну, думал, ну, сейчас недавно же. Ну, куда уже недавно? Почти год обратно. Был проект. Ковчег Завета. Ковчег Завета. Думал, там такие призывания. Я принес там такую огромную, ну, жертву. Ну, могу же я немножко так расслабиться. И хотелось себе объяснить. Говорит, я сейчас не могу. Потом я подумал еще раз. Думал, а если вдруг я бы зашел в магазин и увидел какую-то вещь. И мне ее очень бы захотелось, я бы себе что сказал? Айгар, ты сейчас не можешь или купил бы? Конечно бы купил. И тогда я понял, я должен включиться в дело Божие. Смотрите, лот бы, он процветал, и с его стадами ничего не произошло бы, если он бы доверился Богу. Что происходит в тот момент, когда мы слышим о нуждах церкви, где мы находимся, где мы питаемся, где мы получаем благословение, освобождение, где наша жизнь не восстанавливается. Что происходит, когда приходит нужда в церковь? Когда пастор обращается. Пастор, он выживет. К Авраам. Вы помните тот случай, когда Авраам сказал Лоту? Лот, куда пойдешь? Лот посмотрел, говорит, о, там богатые города, там богатое поле, там травы много, я пойду туда. Авраам пошел в пустыню. И кто победил? Авраам. Кто стал богаче и круче? Авраам. А что случилось с Лотом? Он погиб. Пастор, он выживет. Пастором будет все в порядке, и все окей. Все зависит, что будет с нами. Я не хочу быть в стороне. Я хочу быть в центре внимания. Я не хочу волочить свою жизнь от дня до дня. Я хочу, чтобы в моей жизни происходили чудеса Божии. Я хочу, чтобы Бог наконец-то въявил свою славу. Могущественно в моей жизни. Я хочу, чтобы в руки миллионы пришли. Но к этому есть все начало. Когда я так же занимался маленьким бизнесом. Даже не занимался. Я работал. Я что-то торговал. Но я принял решение, что в первую очередь нужды церкви. А потом мои. Потому что Бог говорит, если ты будешь заботиться о моем доме, я обязательно позабочусь о твоем. Если вы хотите, я живое свидетельство этому. Я никогда в первую очередь не ставил свои нужды. Я в первую очередь ставил нужды церкви. Это и есть нужды Бога. И я всегда в первую очередь отдавал Господу Иисусу Христу. И я не объединил. Я обогатился. Можно сказать, я живу в эксклюзивном доме. Все, которые проезжают. Или есть какие-то соприкосновения с этим домом, все удивляют. Говорят, нигде в Латвии нет такого дома. Я говорю, вот так Бог благословляет своих. И Бог хочет наш каждого благословить. Он хочет вырвать нас. Он хочет, чтобы мы перешли эту черту, через которую приходит доверие Ему. Вы знаете, где мы останавливаемся? Я начал говорить и не договорил. Мы останавливаемся около черты, где нас разум дальше не может посчитать, где наш разум дальше не видит выхода. Мы останавливаемся и думаем, нет, дальше шагать нельзя. Почему? Потому что я не знаю, как я проживу. Бог говорит, доверимся Мне. Неужели в Малахе же написано, принесите все десятины и все принесения в дом Мой. И проверьте Меня хотя бы в этом. Но когда приходит тот момент, я думаю, Бог, еще раз хочу сказать, не пугайтесь. Бог не спрашивает тебя каждое воскресенье, чтобы ты проверял эту черту. Это может происходить, может быть, раз, два, три раза в жизни и все. Потому что Бог просто хочет увидеть, что ты доверяешь Ему. И когда приходит эта черта, и ты должен переступить ее, тебе приходят опасения. Почему? Потому что твой мозг не видит выхода. Он думает, ты думаешь, так, я сейчас отдам. Это не только насчет финансов. Это и насчет твоей жизни, твоей личной времени, твоих способностей. Если Бог спрашивает, что ты сейчас нужен в церкви, твои способности не нужны в церкви, это то же самое и к тебе, не только к финансам. И знаете, когда мы вот подходим к этой черте и думаем, быть или не быть, будет или не будет, очень мало людей, к сожалению, доверяет Ему. Очень мало людей, к сожалению, перешагает эту черту и отдается в руки Бога. Но я могу вас утешить, за этой чертой нет пустоты. За этой чертой есть упование. За этой чертой приходит свидетельство в твой дух, что все в порядке. Я переступал эту черту, когда мне казалось, так, если я сейчас отдам, извините меня, я насчет денег буду больше говорить, потому что я этим служу. И знаете, когда я смотрю и думаю, если я сейчас отдам все кирдыкс моему бизнесу, кирдыкс моей жизни, не знаю, что дальше произойдет. Ошушения такие, что тебе кажется, нет оснований под ногах, что масло под ногами и все плывет. А как дальше? Куда? И мозг, он так работает, нельзя делать, потому что принцессы бизнеса не позволяют это. Ты должен только там 10% отложить, а остальное в бизнес вкладывать, чтобы она выросла, росла, принесла доходы. И потом, когда начнутся приходить большие доходы, ты сможешь много денег принести в церковь. Фигушки вам. Не будет такого. Если ты вначале не научишься довериться ему, ты не дойдешь до больших денег. Не, ну может быть, я не проклядаю никого, может быть, у вас есть способности и возможности, и все в порядке. Процветаете и двигаете вперед. Но я говорю о чем-то другом, о доверии Богу. И знаете, когда я перешагнул эту черту, я удивился. За той чертой лучше, чем перед ней. Почему? Потому что когда приходит Бог, нам больше ничего не надо. Когда Он приходит своим учащением, и когда Он приходит и наполняет наш дух, наша жизнь меняется. Нам кажется, что меняет наша жизнь то, что физическое, что видимое. Нет, сначала невидимое, потом видимое. Знаете, что приходит за этой чертой? Власть от Господа. Дайте и дальше, на новых вершинах. Приходят возможности, которых ты раньше не видел. После этой чертой в моей жизни сломался потолок, который не давал мне продвинуться больше, чем тысяч лад заработать. Потому что каждый раз, как я подходил к этому потолку, думаю, ну сейчас будет 2-3 тысячи, заработок нормальный. Рушился, рушился. И я задавал вопрос, Бог, что происходит? Почему я не могу двигаться дальше? Потому что ты же говоришь, что у тебя все принадлежит. Золото, серебро, все в руки твои. Почему я дальше не могу прорваться? Я принес жертву Господу. И потом увидел. Бог говорит, посмотри, все очень просто. Он говорит, посмотри, в твоем родстве есть богатые люди? Я говорю, нету. Значит, это проклятие. Но я твой Бог. Я разрушу это проклятие. Мне не надо было ждать конференции. Мне не надо было ждать никого, кто помолится за меня. Это было дома, в квартире. Просто я упал на своих коленях и говорю, Бог, я хочу прорваться. Я хочу вырваться. И Бог приходит и дает власть сломать все потолки, сломать все преграды и двигаться вперед. И в следующий раз я заработал 10 тысяч. Наш Бог, Он верный Бог. Но ни разу это не произошло за стенами церкви. Знаете, испытания приходят в нашу жизнь. И насчет того, чтобы находиться в церкви. Это было в самом начале, когда я покаялся. Может быть, прошло, не знаю, пара месяцев. Меня пригласили поговорить. Ну, так проще скажу, не хотел мудр так высказаться. Ну, поговорить. Две женщины, которые были из другой церкви. Прековест. И они когда говорят, ну, ты можешь прийти к нам поговорить? Мы вместе в одном городе живем и все. И когда я шел, я ни о чем не думал. Но когда я шел туда, я просто мысль поймал, что Бог мне сказал, ты должен остаться в учении нового поколения. Смотрите, не в церкви, в учении нового поколения. В учении, которое Господь дает нашему пастору. И когда я дверь открыл, я знал, о чем будет разговор. Я сразу сказал, нет, до свидания. До свидания. Ты кто такой? И я ушел отсюда. Но, как вы думаете, не было ли проверки потом еще? Были? Притом еще какие? Когда тот пастор, где я служил в другом городе, когда я с ним находился рядом, и мне казалось, что все в шоколаде, что, ну, лучше не может быть. Я находился всюду, где все пастора. Я садил у всех столов. Я обшался и думал, ну, классно, ну, круто. Крутая жизнь. И вдруг тот человек, который рядом со мной находится, мой пастор тогда, говорит, ты знаешь, я вот поговорил с Алексеем, и он сказал, что таких, как ты, надо из церкви гонять. Я чуть не присел и думал, как-то не вкладывается. Таких, как я, которые всю жизнь отдают, посвятили Богу, таких, как я, который зарабатывал в неделю 45 лад и 30, отдавал в церковь, таких, как я, а кого тогда оставить? Я пришел перед Господом и говорю, Бог, может быть, я что-то пропустил, может быть, я недопонимаю, но что-то, может быть, такое случилось. Почему так происходит? И знаете, Бог никогда тебя не оставляет в неведении. Когда Он пришел, Он не говорил ничего, но Он пришел и утешил меня. Его любовь наполнила меня. И я понял, значит, все в порядке. Нет, со мной все в порядке. Это просто недоразумение. И знаете, тогда я сто километров, я жил в городе Кокнесе, я сто километров приезжал в Ригу на служение, сидел там на ступеньках, в самом задние ряда. И когда пастор выходил, конечно, мне мысли приходили, ага, ты сказал, что таких, как меня надо из церкви изгонять. И я с собой немножко боролся. Но когда пастор начал молиться, и я почувствовал, что мой дух может соединиться с ним, что молитве я могу соединиться, я понял, нет, что-то здесь непорядки, какие-то недоразумения, что-то, ну, не такое. И прошел год, я ездил, год. И все внутрь мне думал, я же был там и администратором, я же там был и помощником, я был там и кассиром в той церкви, я же был кем-то, а здесь я никто. И я принял решение, ну, для себя. Главное быть с Богом, что не погоны главное, не название, а быть с Богом. И знаете, и тогда приходит момент, Бог тебе поднимает. Если ты смиряешься перед Господом и ждешь свое время, Бог никогда не опаздывает. Он тебя поднимает на ту высоту, которую Он тебе определил. И знаете, как это произошло? С последнего ряда сразу, но первый ряд. Интересно вам, хотите знать, как это произошло? Да? В мою жизнь пришли денежки, немаленькие. И когда они уже вот приближались, я уже знал, что мне 10 тысяч лад надо быстренько взять и принести в церковь. И когда я их взял и пришел к пастору в кабинет и сказал, пастор, я нигде не пропал. Хоть я не знаю, что он думал, пропадал я или нет, я не знаю, вспомнил о меня или нет, но думаю, что вспомнил. Я говорю, пастор, я нигде не пропадал, я нахожусь рядом, я все время был здесь. Вот, пожалуйста, Бог благословил меня, пожалуйста, моя жертва. Пастор сидел и начал плакать. И он говорит, ты знаешь, если бы эти деньги сейчас не пришли бы, тогда праздник семьи бы рухнул. Потому что нам надо завтра платить именно такую сумму. И я был так, знаете, приятно, мне было так, что Бог имеет меня в виду в своих больших планах. И вот из того момента пастор говорит, а где ты? Я говорю, я год уже здесь езжу в Ригу, а где, почему я тебя не вижу? Я говорю, ну вам не видно там, далеко я нахожусь. Он говорит, не, не, давай сидись на первый ряд. Так что, дорогие мои, если в твоей жизни что-то происходит, это не виноват ни пастор, ни твой лидер, ни твой сосед, который сидит рядом, это просто для тебя, чтобы тебя поднять, чтобы изменить тебя и дать тебе что-то новое, и что-то больше, чтобы мог Бог тебе поднять те высоты, на которые Он хочет тебя видеть. Амин. Амин. Так что, дорогие, изменим отношение к церкви. Амин. Я хочу еще одно место прочитать, очень интересное. Мне оно так, не знаю, как-то поменяло все. Я понимаю, что мы все люди духовные, мы общаемся с Богом, и мы говорим, Бог нам говорит это, Бог мне говорит это, как вести себя, куда двигаться, что делать, что не делать. Но я сейчас, сегодня прочитал место в книге Еремии, 35 глава. Прочитаем. Еремия 3, для тех, кто не понимает. Еремия 3, с 1 по 19, может быть, все не буду читать, но так отрывками. Начинаем с 1 стиха. Слово, которое было к Еремии, от Господа, во дни Йокима, сына Иосии, царя Юдейского. Иди в дом Реховитов, и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина. И дай им пить вина. Я взял и за нею сына Еремии, сына Ава Цинии и Трандран, и братьях их, его всех сыновей, и весь дом Реховитов. И привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Годолии, человека Божия, который так дальше читаем, так и поставил. Из 5 стиха. И поставил перед сынами дома Реховитов полные чаши вина, и стаканы, и сказал им, пейте вино, но они сказали, мы вина не пьем, потому что ее надав, сын Рехова, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина, и вы не дети ваши вовеки. Интересная мысль. Отец дал им заповедь. Это не Бог сказал. Это отец. Скажем, мы можем перевести это на наш день на церковь. Пастор сказал нам слово. Не пейте вина вовек. Нас пригласил царь к себе. Нас повели в дом Господень. И там нам говорят, да, ерунда, это вся церковь, не берите в голову ее. Да, эти откровения пастора, они уже всем надоели. Не смотрите на это. Вот у нас есть слово, у нас есть откровение. Вот давайте двигаться туда. И знаете, что эти сыновья ответили? Они не сказали, я помолюсь перед Господом, услышу, что Бог мне скажет, и тогда я приму решение. Они сказали, не, 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 дорогой, мы крестились в эту церковь. Мы знаем, что слово, которое звучит от нашего пастора, это есть как слово от Господа. И я буду послушен этому слову. И если мы потом прочитаем 19, 17, 18, 19 стих, мы увидим, чем, какая награду получили эти сыновья из-за того, что они были послушными, то, что им сказал их отец. Вы знаете, дьявол хочет нас обмануть. Он хочет нам сказать, что Бог, Он великий, да, Он великий, что Бог, Он говорит твою жизнь. Я не сомневаюсь, Он говорит, о твоих личных делах. Но если дело идет о церкви, если дело идет о служении, если дело идет о теле Христа, где мы каждый как камушек и хотим продвигаться вперед, если мы на самом деле хотим, чтобы Латвия стала христианской страной, чтобы здесь были праздники поклонения, что наша церковь стала матерью тысячи церквей. И если мы влезли в эти сани, дорогие, я вам советую не выходить из них. Потому что круче нету. На самом деле, как бы это ни было, я бы с удовольствием остался в католической церкви. Если я туда зашел бы, я не против католиков, и поймите меня правильно, перед покаянием я был в некоторых церквях, я зашел в католический храм, и я в себя думал, что мне надо так тихо вести себя так, богобеязненно, спокойненько. Я зашел, первый шок у меня был тот, что все целовали Христу ноги деревянному. Ног уже не было, они были все уже обгрызаны. И моя первая мысль, просто, ну, думаю, я могу заразу какую-то получить, ну, я не буду целовать. И знаете, я зашел, постоял, ничего не понял, вышел оттуда и сказал, бог, ну, ну, что-то в моей жизни произошло, что-то изменения какие-то произошли, никаких. Каким я был, таким я остался. Если бы я там встретился с Господом Иисусом Христом, я бы там остался. Клинусь вам, было бы так. Но когда я пришел в эту церковь, когда я зашел и увидел ансамбль на сцене, потому что у меня представление о церкви было совсем другое, но смотрю, ансамбль стоит такой нормальный, играет, гитары, музыка, песни, я внутри почувствовал, вау, это мое, я здесь туда буду приходить. И когда я вышел на покаяние, и когда я произнес простые слова, сказал, бог, если ты есть, измени мою жизнь, и в тот момент он пришел, обнял меня, он изменил меня, я остался здесь. Я знаю, что если бог мне дал большую цель в моей жизни, я знаю, если я хочу, что моя жизнь, она изменилась, и чтобы я был на высоте, я должен быть здесь. Я не знаю, на счет тебя, ты должен сам решить, где ты будешь находиться, где ты будешь свое доверие оставлять, где ты будешь, не доверие, а где ты будешь уст и ци икс. верный, в какой церкви, ты будешь верный, потому что, дорогие, не бегайте, в одну церковь, в другую церковь, жизнь пройдет, вы так посмотрите, и будет, как у этой принцессы, принцесса ждала принца, звонок в дверь, дверь открыл почтальон и принес пенсию. Так что, дорогие, вот с этим бегать, в одну церковь, в другую, посмотреть, как туда, куда туда, посмотришь, жизнь закончилась, и ты скажешь, зачем я верил, зачем я бегал, что ничего не произошло в моей жизни, но если ты будешь верным и останешься в одном месте, Бог обязательно тебя благословит, потому что я знаю, что в нашей церкви есть большое будущее, я знаю, с таким пастором огненным, полным откровений, мне так нравится, что у него такие идеи на миллионы, но это меня зажигает, потому что я знаю, что тогда миллионы должны прийти ко мне, я не знаю, как тебе, потому что через кого-то надо передать эти денежки, но я хочу быть тем, через кого это все произойдет, и так вот, эти сыновья, они были послушаны отцу, они слышали слово от отца и были, и что Господь в конце сказал, из-за того, что вы были послушаны отцу, чтобы не было, что такое, чтобы какой-то мужчина из того рода не стоял перед лицом моим, это что означает, это благословение на все поколение, будущее в этой семье, если ты хочешь увидеть благословение, если даже ты не понимаешь, все до конца, как все происходит, или что с твоей жизнью происходит, почему так или это, останься, будь верен, сделай так, как я, я год просидел, ничего не поня, почему меня хотели из церкви выгнать, просто Бог хотел проверить, насколько я верный, вы знаете, однажды в моей жизни произошел такой момент, когда я покаялся, я сказал, Бог, я хочу все, чтобы ты мне дал, что ты приготовил для меня, тогда я был смелее, тогда я на каждой, когда мне давали микрофон, я говорил, я буду миллионером, я буду миллионером, я буду миллионером, сейчас я так утих, знаете, поменьше, ну потому что миллионы приходят, что мне кричать, миллиардером буду, тогда скажу, да, и знаете, тогда я все время так кричал, кричал, я буду миллионером, буду миллионером, и мысль пропала, Так, о чем же я хотел сказать? Напомните. Не, ну это ясно, это ясно. А, ну тогда... Только покаялся, да, и ходил в церковь. Ну ладно, ну и поняли меня, что ну все, что я тогда говорил, это все происходит понемножку. Нет, вот скажу да, вспомнил, что хотел сказать. Ну да, я тогда кричал и не только говорил, я и делал. Я как говорил, я на неделю зарабатывал 45 лад, 30 я пожертвовал церковь. И на 15, ну, проживали. И когда я с одним человеком говорил, и говорю, знаешь, Бог, Бог такой верный, Он благословит меня, Он поднимет меня. И я вот свою жизнь отдаю Ему. И я так жертвую и знаю, что это для Господа, и что Он изменит меня. Тут человек сидит и говорит, да, да, это круто, я тоже. Если бы ты знал, как я жертвую, а я все знаю о нем. Я говорю, если бы ты знал, как я жертвую, я тоже круто жертвую. Я был у него в квартире. Я посмотрел, квартира устроена на много, сто раз лучше, чем моя. Зарабатывает он 500 лад. Жертвует он 50. И я думал, Бог, ну, как-то несправедливо. Как? Он так жертвует, и ты благословляешь Его. Он так жертвует, и ты наполняешь дом Его. А у меня все пусто. Ну, когда это все поменяется? И тогда Бог мне сказал, ты же у меня спросил все. А Он спросил только зарплату 500 лад. И я говорю, окей, Господь, я готов ждать. И знаете, я не сожалею о том, что мне пришлось подождать. Потому что я знаю, что Он живет в той же квартире еще. И та устроенная квартира уже стала старой, а я живу в крутом доме. Так что с Ним выгоднее. Аминь. Аминь. Так что, дорогие мои, быть верным – это выгодно. Знаете, у нас не так уже много времени в нашей жизни. Но, может быть, кажется, ой, мне еще 20, мне еще 30, мне еще 40, мне уже 50, а мне уже 60. Что-то уже напрягаться. Знаете, лучше напрягаться раньше, чем попозже. Потому что Бог, Он верен. И Бог сократил время. Бог хочет излить новый дух в нашей жизни. Он хочет дать нам власть. Он хочет нас поднять на те вершины, на которых мы еще не побывали. Он хочет открыть новые границы. Он требует только одно – доверьтесь мне. Перешагните эту линию, которая пугает вас хоть один раз в жизни. И увидите, что я не подведу. Увидите, что я никогда не оставлю вас. Я однажды пригонял автобус в Германию и по дороге уже понял, что мне этот автобус надо подарить церкви. Но у меня тогда появился долг, каких-то 400 долларов. И знаете, и Бог сказал, все будет в порядке. И когда уже приближался тот день, когда мне надо вернуть, а мне их еще не было, это было за три дня, когда надо вернуть, я приходил перед Господом, говорю, Бог, я же сделал, что ты мне просил, а ты, Он говорит, тебе сегодня надо. Я говорю, нет, через три дня ночью ты беспокоишься. Ага, тебе легко, говорит, что ты беспокоишься, а я-то не вижу еще ничего. И знаете, на следующий день тот человек уже звонит, говорит, ты помнишь, там завтра надо рассчитаться. Я говорю, да-да, все нормально. Опять перед Господом, говорю, я же говорю, Бог, ужас, ну как, где? Он говорит, тебе сегодня надо? Я говорю, нет, завтра, уже завтра. А что ты беспокоишь? Я говорю, ну да, что ты беспокоишься? Тебе легко, ты на небе что беспокоишь? Ты видишь, может, уже тот транч, как это приходит. Приходит утро того дня, еще ничего. Ну, я потерял все свои терпения. Говорю, Бог, если ты мне эти деньги не дашь, тогда мне надо сказать, что тебя нет. Но я этого не могу сделать, потому что ты простил мои грехи. Я же почувствовал, что ты есть. Ну, что быть тогда? И Бог говорит, все будет в порядке. Прошел час, пришел один человек. Так это один раз в жизни у меня было, что мне человек дал не работу, а деньги. Знаете, пришел человек, дал мне конвертик. Мне надо было 400 долларов, кажется, отдавать. Он дал мне конвертиков, там было 450 долларов. Я возрадовался. И, конечно, этих 50 я пожертвовал. Потому что Бог, Он верен. Он верен. Он испытывает нас и ведет дальше. И мы уже так подходим плавненько к завершению. И прочитаем сейчас книгу Агея. Это, мне кажется, такая сильная книга. И начнем читать. Первая глава со второго стиха. Так сказал Господь Саавов. Народ сей говорит. Не пришло еще время. Не время строить дом Господень. А было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда, когда сей дом в запустении. Посему ныне, так говорит Господь Саавов, обратитесь сердце ваше на пути ваше. Вы сеете много, а соберете мало. Едите, но не в ситость. Пьете, но не напываетесь. Одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающие плату, зарабатывая для дыравого кошелька. Так говорит Господь Саавов. Я знаю, что в многих жизнях, может быть, так и происходит. Причина, может быть, только одна. Может быть, ты пообещал что-то Господу и не исполнил. Вы знаете, в жизни был один случай, который вы услышите первый раз. Потому что никогда раньше я об этом не говорил. Я даже не обещал Богу словами. Я просто подумал. Ко мне пришли деньги, я заработал. Был проект Кифа. И вечером где-то в Лиалварде было служение, и пастор рекламировал Кифу в проект. И я подумал, пожертвую я на этот проектик 500 лат. Я уехал домой. И на утро, когда я проснулся, подошел к окну. Я думал, так интересно, где я машину поставил? С той стороны или с этой стороны? Нету ее. Но ее украли. И когда ее украли, я передумал. Я думаю, нет, ну, я не могу тогда 500. Ладно, жертвовать мне надо другую машину купить. Ну, через некое время, когда я общался с Господом и размышлял, и думал, а почему эта машина не вернулась? Просто Бог мне сказал, если бы ты исполнил то, что ты пообещал, она бы вернулась. И я поблагодарил Господа. Я говорю, слава Богу, что взял только машиной. Еще старой. И так с того момента я всегда очень-очень осторожно смотрю на те вещи. Еще один в молодости, совсем в молодости у меня был случай, когда пастор сказал, что ну, нужна программа, и нужны деньги, и такие, и там можете на листке, на бумаге написать. Я написал 500 лат. Я в жизни 100 лат не видел. Я говорю, Бог, ты мне дашь 500 лат, я принесу. Конечно, пришло время, когда мое обещание надо было исполнить, и ничего не было, и я каялся перед Богом. Я говорю, Бог, прости, прости меня за такую глупость. Я знаю, что если что-то обещаешь, ты должен обещать на ту сумму, которую ты знаешь, которая у тебя есть. Я не знаю, так, может быть, бывают случаи, я не знаю. Я не эксперт в тех случаях, когда у тебя нет ни бизнеса, ни зарплаты, и ты пообещал Богу, что ты ему дашь такую сумму, и он тебе дал. Я не знаю, может быть, так случается. Может быть. Но в моей жизни нет. Я всегда видел благословение в том, когда я обещаю то, что я знаю, что я могу принести. Потому что то, что я могу принести, это есть как жертва, которую ты отрываешь. А представь, есть ли жертва то, что если ты пообещал Богу, Бог, если ты мне дашь, я принесу, Он тебе дал. Ты чувствуешь, что это жертва? Ты чувствуешь, что это отрывается от Духа твоего? Это легко пришло и легко ушло. В моей жизни так не происходило. В моей жизни каждый раз, когда Бог попросил у меня жертву, это было раза три за 23 года. На самом деле, когда Он попросил жертву, последнее это было на Ковчеге. Я даже не думал о том, но когда пастор мне попросил выступить и говорить, ну, расскажи об этом и пригласи, если кто-то помнит то служение. И в тот момент я согласился с пастором, и когда положил трубку, я понял, чтобы говорить, ну, пришло твое время. Теперь твой момент, момент твой, который ты не должен пропустить, как ты будешь действовать? Я говорю, это было мучительной неделей. Хотите, открою секрет, сколько я принес, пожертвовал? Не хотите? 20 тысяч евро. Вы знаете, когда я собирал эти деньги неделю, мысли были всякие. Если я посмотрел на свой телефон, думал, я бы мог телефон другой купить, а мне надо жертву собирать. Посмотрел на свою машину, у которой коробка немножко глючая, думаю, я бы мог другую машину купить, а мне надо жертву собирать. Но внутри я знал, что это есть выход на другой уровень. Я знаю, что это есть прорыв на новый уровень в моей жизни. И Бог такие испытания и посылает в ваши жизни. Он тебе никогда не спросит то, чего у тебя нет. Не зависит сумма, зависит отношение. Зависит то, что считается для тебя это жертвой, или не считается. И здесь Агея, он говорит, неужели пришло уже время вам наполнять свои дома богатствами? Дорогие мои, я не хочу никого упрекать. Вы поймите меня правильно, потому что каждый, он разговаривает на эту тему с Господом. Ну, я просто рассказываю о своих ощущениях. Когда Агея говорит, неужели пришло время, а мой дом в запустении? Он говорит, пожертвует. Отдайте, посвятите это время, которое нам кажется такое важное. Но потом, когда мы прочитаем в конце, что Бог сказал, что будет, если вы доверитесь Мне, что будет, если вы откроете свое сердце и наполните храм Мой, Мой дом, я покажу вам то, что раньше никогда не было. Нам кажется, что сейчас этот год, который я должен прожить, это вся жизнь. Бог говорит, нет, это мелочь по сравнению с тем, что я приготовил для вас. И всегда те страдания, которые я проходил, когда надо было жертвовать, надо было что-то, экзамены сдавать, когда пришло вознаграждение, они казались такими мелкими, они казались вообще где-то забытыми, и то награждение, которое приходит от Господа, намного больше того, что мы должны перейти. Но мы должны. Пастор однажды сказал, что такое слово «должны» нельзя говорить. Нам надо, нам надо изменить свое отношение к церкви. И мы увидим, что наша жизнь изменится, наше здоровье изменится, наши семьи изменятся, наши дома изменятся, наши финансы наконец-то изменятся. Если мы поставим приоритет, дом Божий, и будем двигаться в то направление. Агея дальше говорит, прочитаем вторая глава. Прочитаем уже, скоро будем молиться, музыканты, может выходить откуда-то. Амсамбль. Может выходить? Так, читаем, читаем. А, я уже пролистнул, в другой уже пришел, думаю, что-то другое там написано. Так, первая глава, 14 стих. «И возбудил Господь дух Зоровевавеля, сына Соловия Елева, правителя Иудеев, и дух Иисуса, сына Исодекова, великого Ерея». Ерея, ну ладно. «И дух всего остатка народа». И они пришли и стали производить работы в доме Господня Солового. Бог возбудит наш дух. Если у нас будет желание, Бог даст нам новый дух, что мы могли с дерзновением приходить и наполнять этот дом его богатцами. И смотрите, что он дальше говорит. Второй главе. Слава, 9 стих. «Слава Его последнего храма будет больше, нежели прежнего», говорит Господь Солов. «И на место сия я дам мир», говорит Господь Солов. Смотрите, как это все связано. Если мы строим дом Божий, что происходит? Бог дает нам новый дух и дает нам мир во все отношения. И дальше Господь говорит, «И я наполню дом Божиим богатствами, потому что мое серебро и мое золото все на этой земле принадлежит мне. Если мои дети будут послушны, я через них». Как вы думаете, как Бог будет наполнять свой дом золотом? Ну, скажите, пожалуйста, ну как? Через нас? Через нас? Если мы будем послушны, я хочу, чтобы мы сегодня, в этот день, каждый приосмыслили свое отношение к церкви, что церковь – это не детский сад, это не игра, это все по-настоящему, потому что Бог не шучит. Он не шутит. Пастор, те слова, которые здесь говорят, это истинно, так, это не шутка, это должно приниматься всерьез. Если на самом деле мы желаем, чтобы мы были вовлечены в работу Божию, мы должны открыть свои сердца, мы должны изменить свое отношение к его дому, мы должны наполнять его не только финансами, но и людьми. Может быть, у тебя есть дар, ты можешь подходить к людям смело, у тебя нет никакого ограничения, никакого тормоза, ты подходишь с ними, беседуешь, рассказываешь, делай это, потому что увидишь, что Бог будет благословать тебя в этом. У нас у каждого есть дар для дома. Бог не привел ни одного человека свой дом без его дела, чтобы не дать дело человеку без дара, который нужен для Господа. И этим даром ты можешь служить, и этим даром ты получишь благословение и изменение в свою жизнь. Я знаю, что сегодня Бог хочет изменить нас. Он хочет наполнить нас своим духом, Он хочет наполнить нас новым духом и поднял нас на новые вершины. Позвольте ему это сделать. Я знаю, что придет помазание, я знаю, что придет наполнение, я знаю, что придет наделение силой. Потом используй эту силу, измени свой духовный мир. Когда придешь домой сегодня, Бог наполнит тебя силой. Когда закроешь двери, войдешь в свою молитвенную комнату, измени свое сегодняшнее состояние. Как? В начале это все происходит духовно. Если ты в молитве возьмешь новые вершины, тебе никто не остановит. Если ты в молитве прорвешь и получишь исцеление, тебе никто не остановит. Если ты в молитве прорвешь и получишь свой бизнес, тебе никто не остановит. Если в молитве ты получишь добавление к своей зарплате, тебе никто не остановит. И Бог хочет дать тебе сегодня силу, чтобы ты мог это сделать, но Он за тебя молитву произвести не может. Он помолиться за тебя вместо тебя не может. Он хочет, чтобы это сделал ты, чтобы ты закрыл свои тайные двери, свои комнаты, где ты общаешься с Ним и взял новый опыт своей жизни. Опыт, который меняет потом наше физическое влияние, опыт, который меняет потом нашу жизнь и дает нам благословение. Аллилуйя. Станем. Если ты понял, что твое отношение к Дому Божьему было не такое, как надо было, попроси у Него прощения. Бог, Он добрый. Он простит тебя. Он наполнит и изменит тебя. Сейчас, перед тем, как я буду молиться за людей, попроси у Него прощения. И если ты на самом деле, на самом деле желаешь того, чтобы твоя жизнь, она была в Доме Божьем, чтобы твоя жизнь была в Его руках, что ты хочешь прорваться на другие вершины, потом выходи вперед, и я помолюсь за тебя. Символора Бадамбала Хаманамасе.